всем привет совсем недавно я заказал пытался найти в интернете самую маленькую камеру для передачи fpv сигнала по частоте 5 и 8 гигагерц и буквально не и буквально я нашел на магазине banggood камеру под номером cm 205 и где-то примерно через две недели после заказа она ко мне приехала вот сейчас сделаю вам маленький обзорчик на нее приехала камера вот в такой вот коробочке ничем не примечательной в принципе комплектации и usb шнурок чтобы можно было запитать саму камеру она так как работает от 5 вольт китайское зарядное устройство которое не подходит под наши розетки без переходника к сожалению ну и приехала сама камера вы посмотрите только на ее размеры когда я только открыл эту коробку я очень сильно удивился как она могла быть такой маленькой нет серьезно она реально очень маленькая чтобы вы смогли увидеть и сравнить с какими-то другими предметами я положу флеш-карту и вот вы видите сами насколько она насколько миниатюрные размеры по поводу веса сейчас положим на весы и посмотрим на весах показывает 9 грамм но это со штекером если штекер немножко приподнять то получится 4 грамма то есть фактически сама камера весит 4 грамма если обрезать вот этот тяжелый штекер рекомендованное питание для этой камеры 5 вольт однако по комментариям я смог почитать что люди пишут что запитывали эту камеру от 3 и 3 вольт она спокойно передает сигналы и остается в рабочем состоянии то есть эту камеру можно запитать от обычного 1s аккумулятора то есть это сто процентов подходит под китайские квадрики которые питаются такими же аккумуляторами то есть камера способна работать и от 3 и 3 вольт можно настроить на 7 каналов при помощи этих переключателей разрешение камеры 500 твл линий то есть что вполне даже нормально для таких размеров также здесь есть маленькая антенка для передачи видео и камера оснащена микрофоном да да тем самым микрофона чтобы передавать звук просто удивлять как это все могли засунуть такую маленькую коробочку самое очевидное где ее можно использовать это на маленьких квадриках на игрушечных вы сами знаете за 25 30 долларов камера весит 3 грамм 4 грамма что вполне может поднять самый обычный дешманский квадрик и например зимнее время перейти из пилотов на улице диванные войска поставить маленькие ворота и летать по комнате что вполне даже очень будет весело расстояние на которой она может работать я провел эксперимент скажем так что у квартире сигнал работает стабильно если уже выходить за пределы квартиры то начинаются уже какие-то помехи принципе на стандартной антенне мне удалось добиться приемливого качества сигнала примерно на 50 метров это я ставил монитор с приемником в квартире на втором этаже а сам выходил на улицу и шел вперед камеру я держал на расстоянии чтобы сигнал ничем не закрывался чтобы была прямая видимость и мне удалось добиться примерно около 50 метров это с учетом помех которые здесь могут просто вызываться я думаю в чистом поле можно добиться всех 70 метров стабильного приема сигналов также если поменять стандартную антенну хотя бы на диполь 5 и 8 гигагерц которые комплектуются с штатные передатчики то я думаю можно добиться и 70 метров а если сюда поставить небольшой клевер какой-нибудь китайский то в принципе даже можно и 100 метров добиться что в принципе даже неплохо для такой маленькой камеры вот в конце видео можете посмотреть испытания как и на качество картинки и на уровень сигнала я проверял сначала в квартире потом само видео как я вышел на улицу принципе по качеству видео я был сильно удивлен я думал что там получится просто дикий трэш но как оказалось в принципе даже и нормальная картинка с хорошим звуком да да ребята я думал там будет качество мобильного телефона какой-нибудь 2005 года но оказалось вполне приемлемо впрочем вы сами все можете увидеть в конце видео ссылка на камеру будет в описании под видео всем спасибо пока пока итак сейчас начнем проверку на дальность связи микрокамеры fpv 5.8 гигагерц то есть я просто возьму с собой в эту маленькую установочку запитанную под 4s батарейки через бэк под usb и пойдем проверять на дальность сколько будет хватать сигнала использую антенны ватш трак 5.8 гигагерц и обычную соседку при помощи диверсити будем проверять посмотрим на сколько хватит 25 милливатт по расстоянию вау 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok